Эксперты-криминалисты чаще всего остаются в тени других своих коллег-полицейских, но их вклад в раскрытие преступления не уступает работе следователей. Шанс увидеть деятельность экспертно-криминалистического центра Ивановского МВД в рамках акции «Студенческий десант» выпал учащимся третьего курса юридического колледжа. У нас, в принципе, отработана методика, так скажем, ознакомления ребят. Покажем, во-первых, работу дактилоскопической нашей лаборатории. Ребята покажут экспертный чемодан, дактилоскопирование живых лиц, познакомят, как это проводится, составление субъективных портретов, простонародье фотороботов, как это все проходит с участием очевидца. Ну и, наверное, одно из самых востребованных и интересных направлений – это исследование баллистических объектов, это различного рода оружие. Оружие – то, с чем в первую очередь ассоциируется большинство преступлений. Соответственно, в поиске злоумышленника без заключения баллиста не обойтись. И вообще, все, что связано с огнестрельным оружием, со следами его применения, то есть это поли, гильзы, следы выстрела, оружие, часть его и детали, различного рода дырки во всяких различных полостях, которые не заложены по анатомии и все остальное, понимаете, которые образуются после убийства и всего остального, это мы все как бы исследуем. У нас на территории Ивановской области изымается различного рода оружие, в том числе огнестрельное, холодное, патроны и части детали. Естественно, прежде чем все это отнести к какой-либо категории огнестрельного оружия, основным частям и деталям огнестрельного оружия, оно должно прийти сюда и мы должны провести исследование. Цель акции «Студенческий десант» не только показать работу полицейских изнутри, но и заинтересовать студентов, а в будущем, возможно, пополнить штат экспертов-криминалистов. И это сработало. Многие будущие юристы уже задумались о службе в полиции. С целью дальнейшего трудоустройства, так как осталось один год, и в дальнейшем я бы хотела, может, возможно, здесь работать. В ЭКЦ, в отличие от других полицейских подразделений, требуются не только юристы. Здесь работают люди с разным образованием, ведь исследования проводят всесторонние – и химические, и взрывотехнические, и строительные, и даже лингвистические. Так что подходят и физики, и лирики. Главное, чтобы с высшим образованием и желанием вывести преступников на чистую воду. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.